И к другим темам. Есть люди в русских селениях. В поселке Сибирковом Волгодонского района культура держится на плечах директора местного клуба и небольшой группе энтузиастов, которые своими силами впервые решили отметить концертом праздник в День Матери. Подробности расскажет Екатерина Львова. В сельском клубе немноголюдно. Правда, сольным номерам позавидовала бы любая фабрика звезд. Все песни исполняются вживую. Сотрет она слезы с глаз, с улыбкою на губах. Прости, ты все поймет лишь только мама. Стараемся, чтобы хоть какой-то задор был в поселке, чтобы зажечь какую-то искринку, чтобы хоть какой-то праздник почувствовался здесь. Все номера выступления подготовлены силами жителей поселка. Но зрители и такой самодеятельности рады. Культура в Сибирьковом, как и сельский клуб, фактически держится на голом энтузиазме. И на плечах Натальи Шедловской. В этом классе мы в основном занимаемся лепкой. Красим поделки всякие из гипса, из теста, которое мы делаем. Рисуем. В местном Доме творчества действуют аж пять секций. Вокала, спорта, изобразительного искусства и прикладного творчества. И Наталья Борисовна здесь же единственный педагог. А также массовик-затейник и диджей. И нам нужно больнить. Хотя бы на подставку. Хотя бы не на полную неделю. Хотя бы раз в неделю. Чтобы женщины пришли, поднялись, попели, посидели. Душу обвели. Для того, чтобы где-то что-то кого-то взять, это нужно новое штатное, новые единицы. А на них нет денег. Сельский клуб занимает лишь одну восьмую часть некогда бывшей Сибирьковой общеобразовательной школы. Такие огромные площади Дома творчества достались даром. Три года назад, когда двухэтажное учебное здание закрыли, как малокомплектное. Спустя столько лет классы до сих пор нетронутыми хранят следы учеников. После возвращения из Логутников ребята идут сюда. Идти-то больше некуда. Приезжают полчетвертого дети со школы. Куда им идти? Надо уроки выучить. У них получается суббат-воскресенье. Но иногда прибегут. Можно, Наталья Брисовна, мы в теннис поиграем? Можно мы потанцуем под караоке или попоем? Да ради бога, пожалуйста. Я никогда не против. Ходите. Теперь здесь нет не только школы. Детский садик давно разрушен. В поселке 150 дворов, 260 жителей. Большинство из которых – старики. Сами сибирьковцы свои надежды и чаяния по возрождению села связывают с появлением газа. Голубое топливо должно прийти в дома сельчан в следующем году. Вместе с ним, может, и демографическая кривая поползет вверх. Молодежь начнет возвращаться, говорят старожилы. А пока огонек культуры мерцает в местном клубе. Если не озаряет всех своим светом, то хотя бы как-то согревает. А коллектив энтузиастов надеется, что, возможно, в следующем ноябре песни о маме придет послушать больше односельчан. Екатерина Львова, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.